На Угненской ноте у меня здесь была такая специальная программа, специальный концерт, который назывался театральный концерт. И я хочу сказать, что кроме того, что я пишу песни, пишу стихи, я иногда выступаю на сцене со спектаклями музыкальными и драматическими, а иногда спектаклями становятся какие-то отдельные стихотворения или песни. Вот как вы заметили, наверное, куплеты старушки-проценщицы, такая песня спектакля, а сейчас будет стихотворение спектакля. Это стихотворение называется «Утренняя элегия», и оно из рода тех стихов, которые авторы пишут о стихах, стихи о стихах. Каждый автор, он вдруг в какой-то момент сталкивается с желанием описать процесс, вот этот вот самый такой главный процесс в жизни автора, когда к нему приходит вдохновение, когда к нему являются музы, и он вдруг начинает писать стихи. И, наверное, кроме как в стихах, этот процесс никак и не пересказать, и по-другому не сформулировать. И я вот тоже однажды решил попытаться зафиксировать, как же приходит это вдохновение, но должен предупредить, что это частный случай, не у всех так, и даже у меня не всегда так. Потому что не всегда по утрам. А это утренняя элегия. Поэзия родится в семь утра, Ни часом раньше, ни секунды позже. Бегут стихи По разможденной коже, Омытого туманами двора. Стекают капли утренней росы В размягшие рабочие тетради И липнут к покосившейся ограде Метафор корабельной носы. В такую ночь нормальные поэты спокойно спят И видят пьедесталы. А мне изволь приспичило, пристало, А мне опять привиделись санеты. Халатом прикрывая наготу И отыскав по тьмах Тетрадку, ручку, Вздымаюсь на парнасовую кручу. Нет, полноте. На кухонку иду. Включаю свет, раскуриваю газ, Сметаю вон вчерашние объедки, Смотрю, а вместо старой табуретки Уж подо мною взмыленный пегас. Позвольте, не заказывал коня Мне легче и привычнее на стуле. А это что еще? Зачерки в ступе, как мухи, Вьются около меня. А это, гляньте, на мое перо Слетаются назойливые музы. У них разнокалиберные вкусы И очень нездоровый этот рог. И спорят музы, чьи стихи вкуснее, Чьи рифмы перспективнее, В смысле славы. Не отмахнуться мне от той оравы, И я пытаюсь как-то ладить с ней. Но тут еще приходит Аполлон И требует с меня какой-то жертвы. Я достаю заначку с этажерки, Я предъявляю проездной талон, Но он не внемлет, Грозно машет лирой, Хорейми и ямбами стращает, Меня писать поэмы совращает И обольщает пламенной сатирой. Потом приходит дедушка-глагол И жжет меня поэта прямо в темя. Ответь кричит, ты с теми или с теми? И за ответ мне станет жирный кол. И я бросаю ручку, сто чертят, Я мну виски и морщу лоб. Руками мне с этими не сладить, Чудаками я не пойму, Чего они хотят. Не жгись глагол, Не голосите музы, Не требуй приношений, Аполлон. Поэзия сидит не за столом, Поэзия не долг и не обуза, Поэзия бессонницы сродни, Ей только одиночество подмога. Уйдите ж от меня заради Бога, Освободите мозг от болтовни. В отчаянии уходят кредиторы. Угомонились музы, тишина. Я достаю бутылочку вина, Приоткрываю ящичек Пандоры. Привет стихи! Поэзия здорова, Входи и будь как дома вдохновенье, Пришла пора остановить мгновенье. Здесь где-то было, Где-то было слово, Начнешь с него и доведет до сути. Смотрю в окно, Без ручки, без пера, Поэзия родится в семь утра. Без всяких там посредников и судей.